Библиотека поистине считается храмом знаний. Тут ребята знакомятся с разными произведениями, будь то рассказы, повести и белины. Но больше всего ребята любят сказки. Наверное, именно поэтому здесь они занимают самую большую полку. Наверное, каждый из нас в далеком детстве, открывая большую книгу сказок, представлял себя главным героем, оказавшимся в лихом водовороте невероятного волшебства, выдумке, переплетенной с реальностью. Из поколения в поколение на протяжении многих веков сказки занимали и занимают огромное место в национальных культурах. Кавказ – не исключение. Эти фольклорные произведения, созданные горцами, впечатляют своим многообразием и рассказывают о нравах и обычаях. Кавказская мудрость, почитание и уважение старших, храбрость, умение прощать – все эти ментальные особенности народов, проживающих в нашем регионе, нашли свое отражение в книге «Сказки Кавказа», известной кубанской писательнице Татьяны Кулик. «Сказки Кавказа» я посвятила своей родной родине, Адыгее, потому что сама я родилась в Маякопе, и именно Адыгея для меня – малая родина. Этим я всегда горжусь, потому что именно из Маякопа, из Адыгея, я шагнула в большую жизнь. Книга, вы видите, шикарно иллюстрирована моим другом, Адыгом, Тючижем Мадиновичем Катом. Он, когда прочел в черновике мои сказки, он мне сказал, Татьяна Кулик, твои сказки без моих рисунков будут, что джигит без папахи. Ребята приготовили свой сюрприз для писательницы. Они показали в небольшой концерт и сценку одной из ее сказок. Мне нравятся сказки Татьяны Кулик. Но больше мне нравится сказка, которую мы разыгрываем. Она короткая. Вот я играю деда Мусу. Я люблю читать. Особенно мне нравятся сказки Татьяны Кулик. Одна из этих сказок мне нравится больше всех. Та сказка, которую мы разыгрывали, она называется «Как заслужить хорошую старость». А ты кем была в этой сказке? Я была внуком. И ты что-нибудь извлекла из этой сказки? Да, что надо уважать старших, что надо их почитать. Сказки и внутренний мир ребенка неотделимы друг от друга. Для детей это учебник жизни. Ведь в них, как в настоящем большом и бушующем мире, добро противостоит злу, смелость, трусости, милосердие, жестокости. А еще не учат, не сдаваться, не изменять своим нравственным принципам. И тогда победа обязательно выберет тебя. К мероприятию они готовились долго. Почему? Потому что им пришлось и сказки почитать, чтобы понять их вжиться как бы в роль героев. А потом они все свои впечатления перенесли на бумагу. И в результате мы получили огромное количество рисунков, исполненных и карандашом, и фломастерами, и красками. И вот кто как мог выражал свои эмоции на бумаге. 65 рисунков по шести сказкам Татьяны Кулик. Вот так выглядели произведения юных художников-иллюстраторов. Они искренне восхитили саму писательницу, впрочем, как и сами маленькие авторы. У меня сегодня очень радостный день, потому что я приехала в Кахтамукай, где собрались в детской библиотеке ребята, которые прочли мои сказки, которые нарисовали рисунки по моим сказкам, которые поставили одну из сказок моих. Я очень люблю сказки. Они добрые и интересные. Перед сном я читала младшему брату адыгейские сказки. Кавказские сказки вобрали в себя мудрость веков, трудолюбие, поколений и отвагу древних легенд. Сколько бы столетий ни минуло, они по-прежнему будут поднимать человеческий дух к самым высоким нравственным вершинам. А не в этом ли смысл воспитания? Кристина Шазо, Георгий Кузнецов, Муниципальные вести, Тахтамукай.